Хай, друзья! Уже почти полгода прошло с того момента, как в продаже появилась модель Nokia 63004G, которая хоть и далека до совершенства, тем не менее, это один из самых интересных кнопочных телефонов. Когда Nokia 63004G только появилась в продаже, то ее стоимость составляла 4990 рублей. Причем в наличии аппарат был только в нескольких магазинах. Спустя 5 месяцев ситуация изменилась, и теперь, судя по информации в Е-каталоге, Nokia 63004G продается в большом количестве магазинов. И если отфильтровать по цене, то можно увидеть, что во многих стоимость составляет менее 4000 рублей, что, конечно же, способствует еще большей популярности этой модели. Nokia 83004G, конечно же, также упала в цене, но все равно переплачивать почти два раза за кнопочный телефон, который отличается от Nokia 63004G, только дизайном, размером дисплея и лучшей камерой, думаю, особого смысла нет. На старте продаж Nokia 63004G продавался только в сером цвете, поэтому пришлось покупать его. Сейчас также можно найти другие варианты, в частности, в белом цвете, в котором эта модель смотрится гораздо симпатичнее. Nokia 63004G, собственно говоря, как и другие телефоны на KaiOS, по крайней мере, те, что представлены в российской рознице, выполнены из поликарбоната. Учитывая стоимость аппарата, это нормально, однако не забываем, что оригинальная Nokia 63004G имела металл в корпусе. Поэтому я думаю, что обновленная версия смотрелась бы лучше, если бы пластик был хотя бы оформлен под металл, для создания видимости. Но что есть, то есть. Экран тут также пластиковый. Я думаю, что не очень затратным было бы при диагонали дисплея 2,4 дюйма сделать стекло Gorilla Glass, как это было, например, в Nokia 515. Но если даже в более дорогом Nokia 82004G пластиковый экран, то, в общем-то, тут удивляться нечему. Да, дисплей здесь не сенсорный, пальцы с ним не взаимодействуют, но, тем не менее, в кармане или сумке экран зачастую соприкасается с другими предметами, поэтому при активном использовании он быстро соберёт множество царапин. Я редко пользуюсь этим телефоном, поэтому ничего клеить на экран не стал. Но если вы используете его в качестве повседневного помощника, то всё же рекомендую наклеить плёнку. В руке аппарат лежит отлично, во многом благодаря вытянутому корпусу с изгибами на съёмной крышке. Это достаточно лёгкий телефон, его вес составляет чуть более 100 грамм, и это важно, так как многие используют Nokia 63004G в качестве второго телефона. Дисплей в этом аппарате средней паршивости, он блеклый, с плохими углами обзора и в целом не очень хорошего качества. Но при этом не настолько плох, чтобы это как-то сильно раздражало. Каких-то особых настроек дисплея в аппарате не предусмотрено, а максимум, что можно сделать, это поменять обои, вручную отрегулировать яркость, а также выбрать тайм-аут экрана. Разрешение 240 на 320 пикселей при диагонали дисплея 2,4 дюйма в целом нормально, хотя, конечно, ждать чётких и гладких шрифтов здесь не приходится. Какого-то быстродействия при навигации по меню здесь вы также не увидите, всё происходит очень размеренно и неторопливо. Теперь, пожалуй, поговорим о самом интересном. Это программное обеспечение. С момента покупки по воздуху пришло обновление, и хотя версия прошивки не изменилась, осталось прежней 2.5.4, тем не менее, появились очень значительные улучшения. Во-первых, появилась возможность активировать VoLTE и VoWiFi. Если ваш оператор поддерживает данные технологии, то в первом случае вы получаете улучшенное качество передачи голоса, а соединение через Wi-Fi очень пригодится в условиях плохого покрытия 4G. Для кнопочного телефона, даже такого умного, как Nokia 63004G, это один из главных параметров, на который стоит обращать внимание. Следующее улучшение является очень долгожданным. Приложение WhatsApp для KOS существует уже достаточно продолжительное время, но, к сожалению, возможность совершения звонков ранее была недоступна. Но теперь на Nokia 63004G с последней прошивкой есть возможность через WhatsApp не только писать сообщения и отправлять в мультимедиа, но и совершать звонки. Аллилуйя! Наконец-таки это случилось. Учитывая недорогой интернет-трафик в нашей стране, использование звонков через WhatsApp позволяет существенно сэкономить, особенно если собеседник находится в другой области или вообще в другой стране. Каких-то еще особых изменений я здесь не увидел. Если бы ранее пользовались каким-то другим аппаратом на KOS, то здесь, по сути, все будет то же самое. Ценность смартфона на KOS заключается в объеме памяти. Если в обычных кнопочных телефонах объем памяти символический, и для нормальной работы обязательно нужно использовать карту памяти, то здесь уже сразу на порту имеется 4 ГБ, из которых, правда, почти половина занята системой. Но в любом случае можно обойтись, по крайней мере, на первое время без карты памяти. Камеры на этом аппарате я не пользуюсь. Мне интересны фотоснимки с VGA-камер, которые были на телефонах в нулевых, но на аппарате, высшем в конце 2020 года, в вольте. Понятно, конечно, что все это сделано чисто из-за маркетинговых соображений, чтобы как-то продать Nokia 8200 4G. Одним словом, камерой я здесь недоволен. Я считаю, что в этом аппарате должно быть минимум 2 Мп, как в оригинальной Nokia 6300 образца 2007 года. А вот звук внешнего динамика мне здесь понравился. Хоть мультимедийный динамик здесь и один, причем находится в не самом лучшем месте, тем не менее звук вполне неплохой. Я даже иногда смотрел на него видео на YouTube и оставался вполне доволен. Вставали аппарат где-то в гараже у дяди Васи. Ну, действительно, коробка выглядит как какой-то самопал и абсолютно непрезентабельная. Что касается времени автономной работы, если аппарат использовать не очень активно, например, как второй телефон, то он может вполне проработать 3-4 дня. Вот в качестве основного при динамичном использовании можно посадить батарею за один день, особенно если постоянно пользоваться WhatsApp и смотреть видео на YouTube. Итак, стоит ли сейчас покупать Nokia 6300 4G? Конечно, этот смартфон не идеален, минусов в нем хватает. В частности, при наличии диктофона нет возможности записывать телефонные разговоры. Это, на мой взгляд, очень странно, но это проблема всех телефонов на KOS. Или, например, VGA-камера в третьем десятилетии 21 века может вызывать только боль и печаль. Но если, друзья, вы ищете кнопочный телефон, который умеет чуть больше, чем обычный кнопочный телефон, то Nokia 6300 4G будет весьма неплохим выбором. На горизонте новых моделей на системе KOS пока не видно, и этот аппарат вполне неплох, по крайней мере, мне он нравится гораздо больше, чем Nokia 8200 4G. Во-первых, на текущий момент Nokia 6300 4G это самый доступный аппарат на KOS от Nokia, и сегодня его вполне реально приобрести на 1000 рублей дешевле, чем он стоил на старте продаж полгода назад. Во-вторых, это весьма практичный аппарат с матовым корпусом, на котором не видно пыли или отпечатков пальцев. В-третьих, он имеет очень хорошее качество передачи голоса, особенно при использовании в OLTE. В-третьих, многих наверняка обрадует возможность совершения звонков через WhatsApp. И в целом, это очень неплохой аппарат в соотношении цена-качество. Учитывая, что до сих пор компания чем-дей производит Nokia 8100 4G, вышедшая ещё в 2018 году, определённо можно сказать, что жизнь Nokia 6300 4G точно не будет короткой. Кнопочные телефоны не устаревают так быстро, как смартфоны на Android или iOS. На этом всё, друзья. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так, то поддержите его лайком. Если вы являетесь пользователем Nokia 6300 4G, оставляйте комментарии о его плюсах и минусах, задавайте вопросы. И главное, не забывайте, всё самое интересное ещё впереди. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok